Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, а правда ли что аппендикс нужен для переваривания психической составляющей пищи? Нет, аппендикс нет необходимости, он эзотерический, психиатрический, психический никак не связан. Я все время читаю такую информацию, когда читал такую информацию по данным ОБСЕ, а также Министерство здравоохранения, там какого-то здравоохранения американского вроде, было доказано, что в тех семьях, где дети не моют руки, а также плохо относятся к гигиене, в этих семьях дети не болеют аллергией. И доказательства. Во многих странах Африки, особенно в Алжире, французскими компаниями фармакологическими были исследования, и практически все в Африке не болеют аллергией. Это связано с тем, что у них отсутствует чистоплотность, они не моют руки, не чистят зубы и так далее, так живут. После этого вывод они сделали такой. И, скорее всего, из-за того, что человек не чистоплотен, у него не развивается аллергия, и это связано вот как раз там с этим. Я считаю, что это полная-полная глупость. Почему? А теперь мой ответ такой. Богатые семьи для того, чтобы лечить своих детей, имеют возможность покупать антибиотики. А бедные семьи для того, чтобы лечить своих детей, не имеют возможности покупать антибиотики. И в случае, если рассматривать богатство или бедность, то элементы лечения или покупки антибиотиков есть доходные антибиотики или дорогие, на которые тратится с легкостью большая сумма денег, которые имеют высокую концентрацию действующего вещества, а также токсикологического или цитотоксического воздействия на организм больше, чем у дешевых антибиотиков. Именно поэтому я могу сказать, что в тех семьях, где антибиотики дети принимают с самого детства, при этом еще и активные или очень сильные антибиотики, очень часто у этих детей появляется аллергия. Я могу прямо на 100% говорить вот о чем. Аллергия является или аллергия появляется в том случае, если человек активно пользует или использует антибиотические препараты. Именно поэтому я хочу еще раз сказать. В случае, если у человека аллергия, то первое, на что ему необходимо обратить внимание, это на то, когда он принимал антибиотики, какие, а также попринимать препараты, которые могут убрать воздействие антибиотиков. Дистатины, допустим.